Боевые птицы Второй мировой. B-29 Superfortress. Это был самый большой самолет своего времени. Маневренный, быстрый, революционный. B-29 Superfortress компания Boeing имел новейшие двигатели и воплощал в себе последние технологические достижения. Его крылья могли выдерживать танк. Его двигатели в среднем сжигали несколько сотен литров масла. А внутри своего герметичного корпуса B-29 имел авионику, новейшую радиолокационную систему и уникальную прицельно-навигационную систему для турелей своих оборонительных орудий. Он был технологическим чудом, не имевшим себе аналогов ни в небе, ни в конструкторских бюро «Страносе». В лице B-29 американская гениальность создала самые уникальные из всех бомбардировщиков времён Второй мировой. Б-29 отличался от таких самолётов, как B-24B, B-17 и других тем, что он был намного быстрее. Его грузоподъёмность составляла 10 тонн, а дальность полёта — 4,5 тысячи километров. Он был оснащён дистанционно управляемыми орудиями, управлялся компьютерами и был герметичен. Поэтому даже зимой и на большой высоте мы летали в летних костюмах. В плане технологий это был огромный скачок вперёд. Это был герметичный самолёт, и поэтому нужно было разработать ряд технических моментов, которые бы полностью этому соответствовали. Например, нельзя было открывать люк и начинать стрелять из орудий. Пришлось создать дистанционно управляемые прицелы. Он летал на большой скорости и на большой высоте, а длительность его полёта составляла 19 часов. Это было невидимым доселе новаторством. Для этого были разработаны топливные баки в крыльях, которые можно было помещать в бомбоотсеки. Чтобы летать на таких самолётах, нужен был знающий борт-инженер, точнее специалист по компьютерам. Это были электромеханические компьютеры. В общем, это был огромный, очень красивый, сверкающий самолёт обтекаемой формы. Предназначенный для замены Б-17-го, летающей крепости, Б-29 сочетал в себе большую, межконтинентальную дальность действия со способностью нести бомбогруз весом более 10 тонн. Это делало его самым смертоносным стратегическим бомбардировщиком своего времени. Обладающий дистанционно управляемыми турелями и герметичным корпусом, Б-29 являлся самым лучшим достижением военного комплекса США за годы Второй мировой. И все затраченные на него усилия окупились торицей. Более чем любое другое оружие, Б-29 помог приблизить победу и спасти жизни тысячам американцев. Однако, несмотря на все инновации своей конструкции, технический прогресс вскоре обогнал Б-29, и уже через несколько лет Суперфортерс канул в лету, а Америка вступила в реактивную эру. Появилось что-то новое. Это Б-29. Малыш, отстреливающий японцев. Он будет это делать, пока Хирохита не взмолится. Дядя Сэм, прости меня, пожалуйста. Разработка Б-29 началась еще в 1939 году, когда корпус ВВС США попросил начать исследование стоимостью 5 миллионов долларов для создания стратегического бомбардировщика сверхдальнего радиуса действия, который придет на смену Б-24 и Б-17. В ходе этого исследования выяснили, что потребуется самолет с радиусом действия 7,5 тысяч километров, способный нести две тонны бомбы и развивать скорость более 585 километров в час. В течение следующего года шесть авиационных корпораций занимались конструкторскими разработками, чтобы создать самолет, способный удовлетворить столь необычные требования. Понимательно изучив все предложения, воздушный корпус остановился на предложении компании Boeing, посчитав этот проект лучшим. Подписав контракт, Boeing немедленно приступила к работе над прототипом. Много полезной информации было извлечено из опыта полетов Б-17 и применено при проектировании Б-29. Своими корнями Б-29 восходит к Б-17 и экспериментальным самолетом 30-х годов компании Boeing. Когда воздушный корпус обратился к компании Boeing с просьбой построить суперстратегический бомбардировщик с четырьмя двигателями, Boeing была единственной компанией в США, обладавшей для этого нужным опытом. Но изучив представленную воздушным корпусом спецификацию, самолет должен развивать скорость 525-600 км в час, обладать радиусом действия не меньше 4,5 тысяч километров, нести огромный бомбогруз, иметь дистанционно управляемую турель, они поняли, что им придется искать совершенно новые технологические решения. И они занервничали, но начали работу над этим революционно новым самолетом. Этот самолет появился с листа бумаги. Тогда не было построено несколько самолетов, которые испытывались бы в течение трех лет, чтобы выявить все их недостатки. У них на это не было времени. Бэй-29 начинал медленно принимать очертания. Все модификации производились прямо в полете. Нужно было как можно скорее выпустить этот самолет в бой. И работы над проектом велись безостановочно. Наверняка вы знаете, что этот самолет создавался очень быстро. Это относится к его проектированию, производству и всем прочим этапам его появления. Его строили в трех разных местах. В Вашингтоне, Вичите, а также его строительством занималась компания Бэл в Джорджии. Когда надо внести в самолет что-то совершенно новое, это очень рискованное предприятие. Бэй-29 был именно таким самолетом. Надо было ввести много новых и уникальных систем, которые всего два-три года назад посчитали бы выдумками из области фантастики. Модифицированное крыло «Дэвис» было уникальным крылом. Закрылки «Фаулера» не были чем-то новым. Новым было то, что они были очень большими. Система перекачки горючего была просто ночным кошмаром для паяльщиков. Уникальность этого самолета была в том, что это должен был быть первый герметичный боевой самолет. А что касается его параметров, такие большие самолеты уже строились. Но они никогда не упускались в таком количестве. Система управления огнём, дистанционно управляемой турели, этого ещё не было ни на одном самолёте. Портовые стрелки не сидели рядом с орудиями. У них был только орудийный прицел, который они перемещали. В этом прицеле было небольшое освещенное кольцо, которое они устанавливали на истребители или какой-то другой цели, и потом нажимали на курок. Компьютер, имея высоту, температуру и другие нужные вводные, сам рассчитывал угол огня. На Б-29, на одном из первых серийных самолётов, была также установлена радиолокационная система бомбометания. Благодаря своей сложности, первый серийный Б-29 выкатился с завода с целым букетом недостатков. Кортис Ле Мэй как-то съехидничал, что Б-29 имел столько же тараканов, сколько их было в энтомологическом отделе музея Смитсона. И некоторые из них подмачивали репутацию Суперфортерс на протяжении всей его карьеры. Б-29 имел четыре циклонных двигателя Райт мощностью 2000 лошадиных сил. И у них с ними было достаточно проблем. Очень часто проблемы возникали во время выполнения задания. и тогда приходилось прерывать полёт. Двигатели перегревались. Это были абсолютно новые четыре двигателя мощностью 2200 лошадиных сил. Они перегревались и загорались. Если загорался один двигатель, это было ещё полбиты. Но если загорались сразу два, причём на одном крыле, это уже было проблемой. От двигателя Б-29 требовалось делать то, чего он просто не мог делать. Он не мог выдавать такую большую мощность на большой высоте и в течение долгого периода времени. Но ему приходилось это делать. Но они не были на это рассчитаны. На бомбардировщик Б-29 возлагались большие надежды. Но командование воздушного корпуса решило себя подстраховать. Если проект Суперфортерс окажется провальным, им будет нужен запасной вариант. Этим запасным вариантом стал Б-32 Доминатор авиастроительной компании «Консолидейтед». Внешне Доминатор был похож на уродливого сводного брата Б-24 «Либерейтер». Б-32 позаимствовал у Б-24 некоторые качества, хотя у него был только один хвост, как у ПБ-4Y «Праватор» компании «Консолидейтед». Он имел большую грузоподъёмность, но в отличие от Б-29 не считался чудом. Лишённый многих новейших систем и инноваций, он так и не поступил в серийное производство. Но когда воздушный корпус получил свой первый серийный Б-32, уже было ясно, что несмотря на свои многочисленные недостатки, Б-29 обречён на успех. И Доминатор был несправедливо забыт. Он поступил на вооружение только одной эскадрильи 30-й бомбардировочной авиагруппы. Доминатор принимал участие в боях в последние недели войны в Тихоокеанском регионе, вылетая на боевые задания с авиабаз на острове Лузон. Несмотря на все его недостатки, ВВС нужен был Б-29 в Тихом океане. Без него стратегические бомбардировки Японии пришлось бы отложить до 45-го года. А с ним японские заводы подверглись бы воздушной осаде уже летом 44-го года. К сожалению, авиационное командование в США не смогло понять, с какими трудностями придётся столкнуться первым авиагруппам, летающим на Суперфортресс. И тем самым обрекло их на катастрофу. Б-29 Суперфортресс в бою Поступивший в 44-м году на вооружение авиачастей Юго-Восточного театра военных действий, Б-29 первоначально не производил впечатления победителя из-за многочисленных недостатков, мешавших ему эффективно выполнять роль тяжёлого бомбардировщика сверхдальнего радиуса действия. Китайско-берманско-индийский театр военных действий не играл столь важной роли. Во-первых, туда можно было доставить ограниченное количество боеприпасов и продовольствия. Они доставлялись в Индию, а потом по воздуху через горы в Китай. Генерал Стилуэл, американский командующий в этом регионе, хотел использовать его для наращивания мощи китайской армии. Генерал Шино, командующий ОС США в Китае, хотел использовать его для строительства баз и бомбардировок Японии. Именно с баз мы могли долететь на Б-29 до Японии. Шино выиграл этот спор, и основная часть доставляемых туда боеприпасов и продовольствия предназначалась для Б-29. Основная трудность заключалась в том, что это был очень долгий перелёт. Нам приходилось находиться в воздухе до 20 часов. Сначала мы долго летели над океаном, чтобы оказаться, например, в Сингапуре. Там мы вступали в бой, и потом пытались вернуться обратно на базу в Индии. Это было очень трудно. Раз или два мы вылетали с другого острова, но всё равно для выполнения задания нам требовалось по 18 часов. Самые короткие вылеты были в Рангун. Это были самые простые задания. Такие мишени, как Сингапур, хорошо защищались. И нам приходилось быть готовыми не только к обстрелу их зенитной артиллерии, но и к бою с истребителями. Если у тебя была проблема или повреждение, или, например, у тебя вышел из строя двигатель, то твои шансы вернуться на базу были близки к нулю. Им приходилось работать в тяжёлых условиях и в невыносимую жару. Поэтому даже поднять Б-29 в воздух было настоящим подвигом. Б-29 имел свои слабые места, потому что в нём была совершенно новая начинка. Он поступил на вооружение без проведения испытания в воздухе. Он должен был как можно быстрее подключиться к военным действиям. Поэтому у первых летающих на нём экипажей возникло с ним много проблем. Мы прибыли туда 1 декабря. Там стояла прекрасная погода. Никаких мусонов не было. Всё время, пока я находился в Индии, погода стояла очень приятная. Чего не могли сказать лётчики, находившиеся там с марта по апрель 1944 года. Как я уже сказал, в жаркую погоду у них были проблемы с перегревом двигателя на взлёте. Он слишком нагревался и вырубался. Но когда туда приехал я, погода стояла отличная. Так что я ни на что не мог пожаловаться. Готовясь к прибытию в Китай Б-29, 14-я авиагруппа наняла тысячи китайских рабочих, чтобы построить взлётно-посадочную полосу, подходящую для новых бомбардировщиков. Китайское правительство совместно с американцами построило шесть огромных авиабаз для размещения Б-29 в Западном Китае. Но они были всего в 90 километрах от японских границ, а значит, были очень уязвимыми. Эти 90 километров можно было очень быстро преодолеть. Китайцы в буквальном смысле совершили подвиг, сооружая эти аэродромы. Во-первых, для их строительства у них не было нужной техники. Во-вторых, они их построили в очень сжатые сроки. И все работы велись вручную. Они отбивали камни маленькими молотками. Поэтому им требовались многие тысячи рабочих. Используя примитивные орудия труда, самоотверженные китайские рабочие закончили строительство аэродромов к весне 44-го года, как раз к прибытию первых авиагрупп Б-29. КОНЕЦ Но с самых первых дней полеты с этих новых китайских баз стали ночным кошмаром. Они называли Гималайи горбом. Гималайи были серьезным препятствием. Это ведь очень высокие горы. И погодные условия над ними очень суровые. Именно такая погода заставляет самолеты вернуться на базу. Это было настолько опасно, что сам перелет через Гималайи уже считался боевым заданием. Не менее опасным, чем любое другое боевое задание. В течение осени 44-го года Б-29 наносили удары по японским целям как в Китае, так и в самой Южной Японии. Каждый такой рейд предполагал огромное логистическое усилие. Однако эти удары скорее походили на комаринные укусы. Затраченные усилия не оправдывались. Войные действия в Китае нельзя было ничем подкрепить. И те немногие Б-29, что вылетали для нанесения ударов по целям, не могли нанести японцам серьезного ущерба. Хотя первый налет на Японию был произведен в июне 44-го года, японцы не смогли понять потенциальные угрозы их родине. Производимые с тех пор налеты не несли серьезных разрушений. Напротив, они только прождали уверенность японцев в надежности своей обороны. Командование воздушного корпуса, надеявшееся, что Б-29 помогут быстрее закончить войну, было разочаровано результатами первых воздушных операций. К счастью, летом появились другие авиабазы, внесшие оживление в кампанию стратегических бомбардировок Японии. Б-29, Марианские острова. В июне 44-го года американские морские пехотинцы штурмом взяли побережье Сайпана, принадлежавшего японцам ключевого острова Марианского архипелага. За этим последовали многие недели кровопролитных боев. Американцы безжалостно уничтожали его защитников, которые в самые безнадежные моменты с криками «Бонзай!» бросались на противника. Еще до того, как наземные части укрепились на острове, военные инженеры уже начали строительство гигантских аэродромов для Б-29. С Сайпана Б-29 могли вылетать для бомбардировок Токио. Летом американские части захватили Тиньян, остров, находящийся в радиусе артиллерийского выстрела от Сайпана. Ровная и твердая местность Тиньяна была как бы предназначена для строительства на ней авиабаз для тяжелых бомбардировщиков. И скоро инженеры превратили остров в большой авиационный комплекс. В октябре 1944 года планировалось, что Б-29 начнут бомбардировки Японии из Тихоокеанского региона. И первые из этих Б-29 были посланы на Сайпан, Тиньян и Гуам, острова, составлявшие Марианский архипелаг. Когда первые авиагруппы прилетели на острова Марианского архипелага, они поняли, что их новый дом опасный для проживания места. Они отстреляли нас с бреющего полета, и мы в спешке покинули свой барак. Все бежали кто куда, ища какое-нибудь укрытие. И впервые нам негде было спрятаться. Один мой приятель запрыгнул в мусорный контейнер. Не дай бог попасть под обстрел в таком месте. В октябре 44-го года новые авиагруппы Б-29 совершили свой первый рейд на Японию. Планировалось, что когда нас пошлют на первое задание, у нас должно было быть 200 самолетов. Мы поднялись в небо где-то в полночь. Когда мы туда прилетели, для японцев это было большой неожиданностью. Они не были к этому готовы. Подлетев к Японии, я слышал в своих наушниках японскую музыку. Но когда мы были над побережьем, музыка неожиданно стихла. Наверное, в этот момент они поняли, что к ним пролетели большие американские бомбардировщики. Первые налеты, совершенные с островов Марианского архипелага, застали японцев врасплох. Но их истребители и зенитная артиллерия быстро отреагировали на новые опасности. И вплоть до конца 44-го года экипажи Б-29 встречали яростное сопротивление. На нас налетали «Зеро», «Зеки» и другие самолеты. Подлетая к нам, они обстреливали нас и часто сбивали. Яростное сопротивление противника, выматывающие 14-часовые задания и отсутствие безопасных площадок между Японией и Сайпаном для экстренных приземлений вплоть до конца года мешали успешному выполнению Б-29 их заданий. В небе над Японией происходит следующее. Командование ВВС понимает, что то, что срабатывало в Европе, а именно дневные бомбардировки с большой высоты, из-за погодных условий в Японии не срабатывает. Б-29 Силы природы Компания Компания нанесения бомбовых ударов по Японии не приносила ощутимых результатов и в Вашингтоне зародились сомнения насчет самой идеи привлечения Б-29. Но проблема была не в самолете, а в погодных условиях и ветрах над Японией. Есть отдельные уголки мира, имеющие ветра на большей высоте, о которых до появления высотного бомбы момента даже никто не знал. Например, над Европой таких ветров нет. В Европе погода приходит с Северного моря. Она чередуется как спицы колеса. Все высотные явления хорошо всем известны. И все знают, как с ними бороться. Хотя с облаками над Европой так и не научились бороться, но все знают, что они там есть и почему они там есть. Погода над Японией формируется в Сибири и в пустыне Гоби. Там нет никаких метеостанций. И никто не знал, что происходит в Японии на высоте четыре с половиной тысячи метров. Оказывается, там имеется так называемый струйный поток. Его скорость может доходить до трехсот, четырехсот и четырехсот и четырехсот и четырехсот и четырехсот и четырехсот километров в час. Хотя это бывает крайне редко, но само течение проходит там постоянно и очень часто его скорость варьируется от ста пяти до двухсот двадцати пяти километров в час. Если летящий со скоростью триста семьдесят пять километров в час самолет попадает во встречный поток, движущийся со скоростью двести пять километров в час, то бомбоприцел не способен справиться с таким ветром. И не важно, как ты заходишь в этот поток сбоку или снизу. Бомбоприцел фирмы Норден не может выдержать поперечный, встречный или попутный ветер, движущийся со скоростью сто пятьдесят километров в час. Поэтому, когда они сбрасывали бомбы, они понятия не имели, где они упадут. В феврале сорок пятого года во время налета на Токио возникла именно такая ситуация. Мы выполняли задачи по высотному бомбометанию. Нам нужно было нанести удар по авиастроительному заводу. Результаты наши были неутешительными. Из-за плохих погодных условий мы не попали в цель. Во-первых, двадцатая армия обнаружила так называемый струйный поток. И мы попали в этот ветер на высоте четыре с половиной тысячи метров. Это очень затруднило попадание по цели. Двадцатая воздушная армия должна была найти какой-то выход из этого положения. В противном случае вся кампания высотного бомбометания из-за этого природного явления оказалась бы неэффективной. мы попробовали вести бомбометание на более низкой высоте на трех тысячах метров. Но и это не принесло хороших результатов. Пока двадцатая армия боролась с проблемой струйного потока, экипажи Б-29 боролись с географией Тихоокеанского региона. Боевые вылеты на расстояние до двух тысяч километров не могли превратиться в рутинное занятие. Каждый такой вылет был сопряжен с риском быть сбитыми и упасть в суровый Тихий океан во многих сотнях километров за линии фронта. Для спасения упавших летчиков были выделены подводные лодки, которые спасали сбитых пилотов. Возвращавшим все после бомбардировок Токио Б-29 надо было преодолеть длинный путь. Многие из них оказывались подстрелянными зенитной артиллерией противника, а иногда и истребителями. Поэтому им было очень трудно возвращаться на свои авиабазы. Чтобы как-то им помочь, ВМС США расположило в определенных местах в океане подводные лодки. Подводные лодки не меняли свое местоположение. Эти места были известны всем экипажам. Если они не могли долететь до вазы, они садились на воду неподалеку от подводной лодки, и экипажи были спасены. Покинуть самолет вовремя — это большое искусство. Иногда ты вынужден это сделать. В тот день, когда меня спасли, океан был удивительно спокойным. Я никогда не видел его таким. Я был на воде и ни на что не обращал внимания. И вдруг я услышал страшный шум. Я впервые в жизни слышал такой шум. Меня выбросило из лодки. Я был крайне удивлен. Меня выбросило не океанской волной. Волной меня просто не могло из нее выбросить. Я посмотрел поверх своего плоти и увидел огромный металлический корпус. Мне было все равно, кто это — японцы, американцы или кто-то еще. Главное, чтобы они меня подняли. К моему великому счастью, на воду опустилась маленькая лодка с двумя американскими моряками, которые стали грести по направлению камня. Они взяли мою лодку на буксиры, когда меня подняли на борт этой подводной лодки. Это был их самый счастливый день в моей жизни. В целях повышения эффективности военных действий в воздухе против Японии, подразделения Б-29 должны были применять новую тактику и противостоять силам природы, с которыми они сталкивались на каждом задании. В Вашингтоне это тоже понимали. И в первые месяцы 45-го года воздушный корпус направил в Тихоокеанский регион своих лучших пилотов-бомбардировщиков, чтобы те исправили сложившуюся ситуацию. Среди них был генерал Куртис Лемей. Хэп Арнольд вложил все свои деньги в бомбардировщика. И этот бомбардировщик должен был себя оправдать. Он не знал, как, но это должно было произойти. Поэтому Арнольд хотел найти того, кто бы ему в этом помог. Б-29 тронутый огнем. Генерал Куртис Лемей пролетел в Тихоокеанский регион в начале 45-го года, чтобы возглавить проводимую там бомбардировочную кампанию Японии. И сразу понял всю несостоятельность тактики высотного прицельного бомбометания. Ветеран известного Регенсбургского рейда на Германию в 43-м году, Лемей всегда был ярым сторонником стратегического точечного бомбометания. Но сейчас, столкнувшись с ситуацией, когда вся подготовка верил, не срабатывали, он был готов быстро переключиться на что-то другое. Генерал Лемей принимает следующее решение. Чтобы выполнить свою миссию и уничтожить японские военные заводы, он перейдет к тактике нанесения бомбовых ударов зажигательными бомбами с малой высоты и в ночное время. Это было радикальным отходом от прежней тактики. Теперь Б-29 не поднимались на большую высоту и не наносили удары по выборочным целям. Лемей отдал приказ своим летчикам совершать вылеты в ночное время и летать на малой высоте. Впервые эта тактика была опробована на Токио. Такая перемена изрядно удивила его пилота. Когда диспетчер сказал, что наша цель Токио и что бомбометание будет производиться с высоты 2,5 километра, раздался вздох недовольства. Среди нас ходили слухи будто Лемей ожидает, что будет сбито до 50% наших самолетов. Оставшиеся в живых после этого налета никогда не забудут эту развернувшуюся вокруг них в ту ночь на Токио пляску смерти. Когда мы подлетели к цели, вокруг уже бушевал огонь. Проходивший на малой высоте ночной налет на Токио превратил японскую столицу в руины. Этот первый налет на Токио был очень успешным. была полностью разрушена вся центральная часть города. Было убито около 40 тысяч человек и свыше одного миллиона были оставлены без крова. Но он был очень эффективным в плане уничтожения военных предприятий Японии. Опираясь на этот успех, генерал Лемей отдаст распоряжение провести еще несколько рейдов с применением зажигательных бомб. В связи с этим возникнет нехватка зажигательных боеприпасов и это вынудит ВВС для уничтожения промышленности Японии сочетать дневные обычные бомбардировки и ночные рейды с применением зажигательных бомб. Японские пилоты мужественно и самоотверженно защищали свои города. Мы бомбили их дом. Токио был их родным городом. Они были молодыми парнями, они хотели защитить себя, свои дома и свои семьи. Мы поступили бы точно так же, если бы были в небе над Сан-Франциско или каким-нибудь другим американским городом. И были бы очень злы на сделавшего это неприятеля. японцы яростно оборонялись. Иногда им удавалось своими истребителями сбить Бай-29. Во время наших налетов они готовы были стать камиказы. Пару раз они атаковали нас ночью. Мы видели, как сбивали наших пилотов, летевших рядом с нами, которые сбрасывали бомбы и зажигательные снаряды. Мы потеряли много своих ребят, летавших на Бай-29. Не важно, что это было, день или ночь, зенитная артиллерия по-прежнему представляла собой большую опасность. Все прожекторы зенитной установки в Нагое были наведены на нас. Мы купались в их свете. А перед нами была стена зенитных орудий. ночные полеты сказывались на эмоциональном состоянии пилотов. Им приходилось летать в темноте и в одиночку. Они редко видели другие Б-29. Их преследовали ночные истребители, обстреливали зенитные установки, но их товарищи никогда не знали, что случилось с теми, кто на следующее утро не вернулся на базу. Когда мы кого-то теряли, мы не знали, что с ними случилось. Все происходило ночью. Мы летали по одному, без всякой радиосвязи. Пилоты просто не возвращались. Нас всегда мучил вопрос, что с ними произошло. В течение весны 45-го года 20-я воздушная армия превратила главные города Японии в пепел. Эти налеты были не только эффективны, но и очень разрушительны. Во время этих атак было разрушено от 80-ти до 95-ти процентов всех крупнейших городов Японии. Сначала мы прошли подготовку по высотному прицельному бомбометанию для уничтожения военной промышленности противника. И вдруг мы получаем задание сжигать города. Нам говорят, что мы должны сжечь в частности города дотла. Потому что так работает японская военная промышленность. Она разбросана по всему городу и все работы выполняются на дому. Каждое утро или вечер грузовики собирают готовые части и везут их на завод, где производится окончательная сборка. поэтому уничтожить их промышленность можно только уничтожив весь город. Не знаю, правда это или нет, но это то, что нам сказали. Когда их города были разрушены, японцы перестали сопротивляться. Б-29 самому большому самолету, построенному по последнему слову техники и сбросившему тысячи тонн бомб на Японию, приписывается заслуга в том, что война закончилась так быстро, что он якобы уничтожил японскую военную промышленность и задушил ее экономику. Но было бы правильнее, если бы львиная доля этой заслуги отошла бы к американскому подводному флоту, потопившему многие торговые суда японцев. Благодаря этому к концу войны на японские острова почти не попадали сырье и продовольствия. Это была чудовищная по жестокости военная кампания. В огне пожаров погибли тысячи мужчин, женщин и детей. Хотя о Б-29 вспоминают как о факеле, которым подожгли Японию, суперкрепости принимали участие во многих других операциях. Ближе к концу войны они использовались для минирования последних действующих японских гаваней. Эти мины подорвали десятки судов и закрыли большинство уцелевших японских портов. А немногие торговые суда, которым в течение 45-го года удалось избежать встреч со смертоносными американскими подводными лодками, теперь обнаружили, что им абсолютно негде укрыться. Одновременно с этим эскадрилей Б-29 разбрасывали листовки над Японской империей и все еще оккупированными районами Юго-Восточной Азии. Листовки, разбрасываемые над Японией, предупреждали гражданское население о предстоящих бомбардировках и советовали им покинуть города. В оккупированных районах, например, в Бирме, сброшенные листовки обещали японским солдатам, что если они сдадутся, их будут сытно кормить и хорошо с ними обращаться. Хотя эти примитивные психологические кампании не имели никакого успеха, для экипажа это была возможность отдохнуть Бомбардировки продолжались и после захвата острова Иваджима у экипажа Б-29 наконец появилась безопасная база между Японией и Марианским архипелагом. Многие поврежденные самолеты не смогли бы долететь до их авиабаз на островах Марианского архипелага. Им нужна была короткая остановка, поэтому они долетали до Иваджима, там ремонтировались и летели дальше. Кроме этого, теперь они находились в непосредственной близости от Японии и могли летать туда под прикрытием истребителей. Это было огромным преимуществом. Они называли истребителей своими маленькими друзьями. Еще до того, как остров был полностью захвачен морскими пехотинцами, на нем начали делать экстренные посадки подстрелянные и неисправные суперкрепости. Во время одного из заданий наш самолет подстрелили. Они попали в двигатель. Повреждение было очень серьезным. Это случилось, когда мы выполняли дневные бомбардировки Токио. Пилот сказал, что нам вряд ли удастся долететь до базы и придется садиться в океане. Но мы были недалеко от Иваджимы, который к тому времени почти полностью был захвачен нашими морскими пехотинцами. Хотя еще не весь. В одной его части еще шли бои. Но многим экипажам повезло гораздо меньше. Они не долетели до Иваджимы, не говоря уже о пустынных просторах Тихого океана, и попали в плен к японцам. Нас инструктировали, что если есть малейшая возможность катапультироваться в океан, надо ее использовать. Мы все летали в спасательных жилетах, и у нас были надувные плоты. И если самолет падал в океан, у него над бомбоотсеками на этот случай была большая резиновая лопа. Сбитые над Японией экипажи оказывались в уникальной ситуации. В Европе, если сбивали тяжелый бомбардировщик, летчики могли примкнуть сопротивление. Они выглядели как европейцы, и поэтому могли убежать. Даже если их захватывали в плен, они попадали в лагеря для военнопленных, где с ними обращались по-человечески. В Японии все было иначе. 40% захваченных в плен японцами американцев погибли. Экипажи Б-29 считались особыми военнопленными. Их выделяли. Они содержались отдельно. И, насколько я знаю, только 5% из них выжили. Их мучили голодом и жестоко избивали. Все они принудительно работали и содержались в ужасно тяжелых условиях. к концу войны во многих лагерях для военнопленных. Летчики Б-29 были казнены японскими охранниками. К августу в результате налета в Б-29 было разрушено 66 городов, 461 квадратный километр ранее густонаселенной территории превратился в руины. Согласно японским источникам в результате налетов погибло 241 тысяча человек. 313 тысяч человек были ранены. Эти разрушения оставили почти 9 миллионов человек без крова. Но с другой стороны, эти налеты подорвали японскую экономику. Но потребуется еще два чудовищных налета, чтобы японское руководство село за стол переговоров. Господа, первый раз мы встретились в Уиндовере около 10 месяцев назад. Тогда я сказал, что очень надеюсь, что миссия, которую мы собираемся выполнить, поможет быстрее закончить войну. Вместе с этим я предложил отпустить любого, кто не сможет работать в условиях неизвестности и опасности. Это предложение остается в силе, потому что завтра мы должны выполнить это задание. До того, как была сброшена атомная бомба, о том, что это будет за задание, знали только те, кто должен это знать. Дек Парсонс, его техники по вооружению, Тибетс, в авиагруппе только горстка людей знала, что именно они будут делать. Многие парни сами догадались, что речь идет о ядерном оружии. Это было сказано экипажу на этом брифинге перед полетом. У них была возможность отказаться. Вам предстоит сбросить необычную бомбу. Это не 450-килограммовая бомба и даже не 10-тонная. Мощность этой бомбы равна 20 тысячам тонн тротила. 6 августа 1945 года бомбардировщик Б-29 Энола Гей сбросил первую в истории атомную бомбу. КОНЕЦ КОНЕЦ Город Хиросима мгновенно был охвачен страшным пламенем. Десятки тысяч людей мгновенно умерли. Другие мучились многие недели, а потом погибли от радиационного отравления. Японские военные попытались убедить императора, что новое оружие это всего лишь фотобомба и от ее воздействия спасает белая одежда. После второй атомной бомбардировки, теперь уже в Нагасаке, император приказал правительству заключить мир. Начался хаос и предотвращенный государственный переворот чуть не помешал правительству сесть за стол переговоров. Император наконец сам обратился к народу и сказал своим подданным, что им придется вынести то, что невозможно вынести, и принять безоговорочную капитуляцию. Вторая мировая война была наконец закончена. Обладающий страшной разрушительной силой Б-29 Суперфортрас сыграл важную роль в подписании мирного договора. Капитуляция дала экипажам Б-29 возможность подумать о своих достижениях. Многие были в сомнениях. С одной стороны они гордились своей преданностью долгу, но с другой испытывали душевный дискомфорт от того, что сделали их самолеты с японским народом. Я был очень рад, что эта война закончилась, ведь она могла принести еще больше потерь и смертей. Но в то же время я думал, что мы могли бы сбросить эти бомбы не на город, а рядом с ним. где-то в бухте или где-то еще, чтобы продемонстрировать японцам их разрушительную мощь. В общем, меня очень волновал этот вопрос как человека. Очень тяжело было об этом думать, что из-за наших действий погибло так много людей. ВВС отличается от пехоты тем, что в их действиях мало личного. Ты стреляешь не в человека, а в другой самолет. Ты не стреляешь в пилота. Ты бомбишь не людей, а города. Это отличается от того, когда ты видишь перед собой человека и стреляешь в него. Как это происходит в пехоте. Я не говорю, что не думаю, что этого не должно было быть. Но японцы были готовы заплатить эту большую цену, прежде чем они капитулировали. и они ее заплатили. Мы должны были как-то вырвать их с корнем. После войны, в период Холодной войны, Б-29 образовали костяк атомного щита Америки. Но хотя в 45-м году они являлись венцом американского самолетостроения, очень скоро они стали настоящим реликтом. На их место пришли быстрые реактивные бомбардировщики Б-47 Стратаджет. Из суперкрепости канули в лету. К 50-му году Б-29 считался в ВВС средним бомбардировщиком. Он продолжил свою военную карьеру в годы Корейской войны, сбрасывая зажигательные бомбы на северокорейские города. Рейд на Намси явился поворотным пунктом в Корейской войне. Тогда случилось следующее. Северные корейцы начали строительство взлетно-посадочных полос в южной части Северной Кореи, чтобы их МиГи-15, самолеты завоевания воздухного превосходства, могли летать и на 38-ю параллель. Силы ООН не могли этого допустить, и они послали туда Б-29, чтобы они уничтожили эти аэродромы до того, как они будут построены. И те вылетели на задание днем. Такой рейд в конце октября 51-го года был перехвачен крылом советских МиГов. Они нарушили строй Б-29. Из девяти бомбардировщиков один вернулся на базу, а остальные восемь долетели до района цели. Несколько из них были сбиты, и все они были серьезно повреждены. Многие члены экипажей были убиты раненые. Это было концом дневных операций Б-29 в Корее. После этого они летали исключительно ночью. С окончанием Корейской войны ВВС быстро сняли Б-29 с вооружения оставшихся передовых подразделений. Большая часть была продана на металлолом, или они использовались флотом, как цели при тренировочных бомбардировках на базе Чайная Лайк в США. Несколько машин можно увидеть сегодня в музеях, и только один Б-29 летает. Несмотря на все свои недостатки, Б-29 в годы Второй мировой войны выполнил самую трудную и самую страшную задачу. Он летал дальше, чем любой другой самолет тех времен, нес бомбо-груз, который обычно несли два или даже три Б-17, и летал быстрее всех истребителей, которые развивал свою репутацию, летая в разорванном зенитными снарядами небе над Японией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok